Музыка Мы находимся на объекте ГУПС-Водоканал, насосная станция Родниковая-2. Изначально насосная станция предназначалась для подачи воды для системы решения полей совхоза Красный Октябрь. В дальнейшем было принято решение построить второй дополнительный машинный зал для водоснабжения непосредственно села Родникового. Так как село Родниковое не имеет резервуара чистой воды, накопителя, то было принято решение построить насосную станцию, которая непосредственно накачала воду на село Родниковое. В связи с тем, что была поставлена задача для водоснабжения детского оздоровительного лагеря Горный, приняты были следующие меры. Демонтировано старое насосное оборудование, которое предназначалось для подачи воды на орошение полей. Были установлены два насосных агрегата ЦНС-60 на 264 с устройством плавного пуска, которые обеспечивают подачу воды и создают давление равное приблизительно около 25 атмосфер. Данное оборудование было установлено. На данный момент проходит система опрессовки, наладки и центровки. Пробная прокачка была сделана. Мы подняли воду до самой вершины, то есть это до отметки 250 метров. И сделали первичную промывку трубопровода и обеззараживание данного водовода. Мы сейчас находимся в месте выхода подземной трубы на воздушную часть, которая будет проходить полтора километра по сложной пересеченной местности. За нами выполнен колодец, где установлена секущая задвижка 150 диаметром 150 миллиметров для возможности в случае проведения аварийных работ для отсекания воздушной части трубопровода от подземной части. Термоизоляция выполнена из полипропилена, который сверху изолирован стальной оцинкованной лентой. Субтитры создавал DimaTorzok Дима Торзок Мы находимся сейчас на самой верхней точке построенного нами водовода. Рядом устройство автоматического сброса воздуха с системы водоснабжения, в простонародье называемое ВАНТУС, предназначен для сброса воздуха, для избежания гидравлических ударов. Дальше вода поступает самотеком до детского лагеря горного. Строительство водовода завершено на 100%. Проверены все сварные швы на целостность. После этого производится монтаж места, где произведен сварной шов. Монтируется оно таким способом. Термоусаживаемая полиэтиленовая муфта надвигается на место разрыва. С помощью газовой горелки усаживаются края термоусаживаемой муфты. Просверливается отверстие монтажное, через которое идет наполнение полости пеной до определенного уровня. Потом специальной заглушкой закрывается и на этом муфта усаживаемая закончила свой монтаж. При выборе труб для прокладки их открытым способом были приняты решения и использовались трубы длиной 6 метров. Трудности возникли какого плана? Пересеченная местность, скалы и то, что мы находимся в заказнике, то есть особо охраняемом природном ландшафтном заказнике. Особое внимание было уделено сохранности реликтовых деревьев. А в частности у нас много прорастает можжевельника. Для этого трубы сваривались короткими участками по 12, по 24, по 36 метров. И с помощью малой механизации, мини-экскаватора, проталкивались сквозь деревья, скалы, камни, чтобы как можно меньше нанести ущерба и повредить данные деревья. Поэтому мы можем наблюдать, что все деревья, целые ветви, прямо можно видеть, что лежат на водоводе, где не спилено, не обрубано ни одно дерево. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова А.Семкин Корректор А.Егорова А.Семкин Корректор А.Егорова А.Семкин Корректор А.Егорова А.Семкин Корректор А.Егорова